всем привет это мистер чейзер вы смотрите мощность play канал и мы продолжаем проходить игрушку под названием x-com enemy within что-то как на последнее время слишком много стал в x-com играть и слишком много серий записывать так что это наверно будет последняя серия на сегодня но не для вас естественно мы продолжим проходить x-com так мэри кеннеди я понимаю что ты рвешься в бой все так круто но что у нас про а да 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 анш инженер еще не вышел с больнички давайте посмотрим сколько у нас пацанов два снайпера штурмовик и поддержка соответственно да тяжелая пехота отлично подойдет право ты еще с лазерной винтовкой что плохо ну вы поняли с какой винтовкой с тяжелым лазером так пасторное броня позволяет тебе нет скелет и скафандр да 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 крюк и движение подальше так у вас тут у нас у нас и у вас все хорошо так сидорово не нужно не нужно здесь скелетный скафандр мы будем мочить пришельцев так что давай по мощнее броня а вот истрия окей бы я дал скелетный скафандр чтобы она дальше двигалась а тут все стандартно все погнали прям рядышко можно пешочком пройтись ну что пора лететь в россию да мы и так тут уже похищение людей пришельцами становится все более дерзкими они стали нападать средь бела дня противостоять им можем только мы надо торопиться хорошо глянем что тут у нас пришельцы нам утили центр рейнджер подходит к точке назначения знакомая карта один просит разрешение на высадку вас понял рейнджер помнился один начинайте атаку противника не замолчите помнился когда я здесь играл эта карта довольно маленькая хочу сказать она у тебя тут прямо здесь вот уже чуть ли не заканчивается да вот она я помню когда на пиратки играл в xcom enemy unknown вот там было какое-то специальное задание я помню какая-то миссия такая где-то можно было какого-то китайца спасать который кстати к нам потом присоединялся и был довольно неплохим таким парнем в смысле мощным тяжелым пехотинцем я помню был там интересно что мы на этой карте сейчас играем просто но напоминает мне эта карта вас о том как времени когда играл в xcom на пиратке сейчас-то у меня лицуха сейчас все по-другому на лицензии всегда приятнее играть чем на пиратке так что ребята давайте тань разработчикам и покупайте лицензию так ну а ты пойдешь по другому направлению это логично два снайпера каждый по каждому направлению опа мэг мэг и пси пацан не все мажут а нет пулемет не промазывай так пси пацан он ушел хорошо пусть сам и сидит а вот мэка надо сливать давай пятнашку пятнашку сидорово да что ж такое у тебя то крит хорошо проходит то он у тебя вообще не проходит нет мочить его никаких повреждений орудий хотя было неплохо им орудия повредить а ты его добьешь интересно молодцом еще раз обращаюсь к тем кто мне в комментариях писал типа давай мэки крутые вот какие они крутые рассыпаются как семечки опа еще один боеготовность я вас понял тебя давать того псионика попробуем слить он опаснее чем мэг опа хорошо стремительная атака так истра не видит никого хреново давай тогда в центр а стоп зря тебе пистолет убрал ты сейчас же не сможешь даже с боеготовности стрелять так машинка чуть-чуть вперед совсем чуть-чуть и ждем противников ты давай на этом и сама тоже сюда так это же постреляем по нему чуть-чуть почему бы нет кто мы такие чтобы пришельцев не стрелять опа все кучей фонтан бедный разнесли на части вообще не цените петербургскую архитектуру ох хорош на десяточку я не знаю мэки это большая такая мишень очень большая хорошая мишень туда не стреляют довольно может быть но толку а блин броня хреново а мы тебе броню снести можем кстати ты не знал об этом давай куда-то можем жарить только попади туда конечно же не надо мазать отлично разнесли там все к чертям по язык скоб она можно а сидрого слива его короче слился бесполезный кусок металла вот кто такой этот мэг разведочка так кто-то там у нас сидит а ну-ка кто тут у нас сектует обычный серьезно он там ржет провазал типа давай посмеемся над этими неудачниками которые мажут так мы сама давай за машинку нашу принципе ты можешь его слить но да давай слива его отлично тарелочка опа исра хочет маленького дрона снести бедняжка дрон него жалко антенна трона взрывается из раты в банк в антенку ему попала прям было бы неплохо разбиваем боеготовность наверно или нет так мы сама лечись хорошо они отходят ты пмп ходовой по нему постреляй чтобы он не чувствовал связи с хозяином можно было и лучше пострелять блин вы его не видите я в шоке ребят снайперы не видят противника как так он же вот он о ха ха хорошо первый пошел ух на десяточку неплохо оба еще как-то крит повысить было почти ништяк и сара раз ты его там видела уже давай вот обивать что ли чтоб не мучился товарищ прилетела хорошо так так это еще не все да хорошо значит разведочку делаем и состав заберем почему бы нет не оставлять же его за дело так кеннеди тоже давай чуть чуть ближе там в автобусе помню можно ходить да да можно даже память меня еще не подводит карта действительно прикольная прикольно те что она маленькая соответственно здесь просто кого-то там в кого-то пострелять кого-то выцепить так мы туда не можем зайти но давай куда-нибудь я не знаю давай за лавку так сидр его осталось ну ладно ага показались таки черт как ты бмп дал лазер она вообще практически ни по кому не попадает лазер какой-то косой так берсерк и мутон хорошо что ж вы делаете товарищи сидр его опять никого не видит ну и сразу видит странно ну давай этого сольем отлично через всю карту и у минус ну и в этого подгуляем чтобы он побегал по карте отлично и срасла лучше сидоровой кажись лап это уже лучше так а ты добивай отличная тактика все надо прям как по учебнику я бы сказал так мы сама получили небольшое ранение но это нормально трупов тут набрали всяких так африка в тревоге паник возросла мандир какая там тревога я вас умоляю это по-вашему тревога это фигня так гиперволновая связь спутник и секретная операция погнали так гиперволновой модуль а нам нужно его еще построить класс давайте титановую броню что ли делать уже так раз вы говорите гиперволновой модуль но нам нужно четыре энергии а у нас нет энергии хорошо галереевый генератор давайте заделаем хотя он дорогой ну а те термогенератор вот тут потом построен гиперволновой модуль или где-то снизу вообще давайте вообще лифт построим да отлично так спутник секретная операция чем мы можем в литейном цеху улучшить а ну у нас уже деньги закончились надо наверное улучшить что-нибудь плазму например на тпп поставить еще у дугомет наверно улучшить давайте тпп подавление сделаем цехи так секретная операция опа в чем дело что за черт сэр по всему штабу нарушена внутренняя система связи не понял и эту базу отстраивал с любовью а вы тут что происходит эй предатели отлично а кто-то сейчас огребет по первое число за свое предательство отлично чувак живи это сраный экзальт я точно думаю что это они что вы наделали отвечайте сэр замечено движение у внешнего периметра отключено много датчиков это вторжение оооу ничего себе прям как в первом икскоме 95 года высылайте синдорову пусть сразу рулится всеми проблемами силы противника проникли на базу икском и усиливаются подкреплениями защищайте штаб любой ценой Если мы не сможем его удержать, то потеряем всякую надежду отразить нападение пришельцев. Защитить нашу базу любыми средствами. Если все солдаты погибнут, штаб Экскому будет захочен врагов. Солдаты? В смысле? Группа Дельта, прием. Группа Дельта, прием. Кажись, ее нет. Наконец-то. Группа Дельта, похоже, удалось запустить резервные генераторы и... Так, тихо. Дельта, вы в эпицентре нападения. Сигналы тревоги сразу со всех сторон. Из прохода возле дальнего поста охраны подлетают противники. Подлетают? К тому же датчики тепла показывают, что по системе вентиляции у вас над головой спускается целая лавина противников. Те, кто взломал нашу внутреннюю систему безопасности, заблокировали двери, отделяющие вас от остальной базы. Как только мы сможем открыть двери, тут же вышлем подкрепление. Но на это потребуется время. Сейчас наибольшую угрозу представляет система вентиляции у вас над головой. Следите, не появится ли оттуда противник. Группа Дельта, держите оборону. Класс. Будущее Экском зависит от вас. Мне это все больше и больше нравится. У нас тут, мать его, новички вообще. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять солдат. Начинаю наблюдение. Мы тоже из всех пришельцев в штабе Икском. Нападение сразу по всем направлениям. Ясно, буду на чеку. Так, Адди Жи Истра. Анш-инженер. Блин, а? Неплохо так вы на нас влетели, я хочу сказать. Очень даже неплохо. Ясно, буду на чеку. Практически без подготовки. Так, Зинченко. Не знаю, кто ты. Анна Зинченко. Но сиди. Эмми Джексон. Тоже сидите. Давайте пока подождем. У вас вообще автоматы, говняные пистолеты. Ох, сразу крисолиты, серьезно. Все ответный огонь сразу делают. Так, минус один. Ох, хорошо-то как. Так, сзади у нас телепатик. Или как его там правильно назвать? Здесь тоже. Два мега. Жесть! Это что такое? Наши. Это крепление, командир. Это хорошая новость. А вот и плохая. Внешние аккумуляторы пусты. Мы истратили всю энергию, держа дверь открытой. На зарядку понадобится время. Серьезно, что ли? Ребята, как это еще называется, бисея? Называется... А давайте немножечко хардкора добавим. С перцем. Ух, Сидорова. Ё-моё. Золотой же ты человек. Вот от тебя зависит судьба Икскома. А не от всего Икскома. Как ты рубишь всех с плеча просто. Так, давай-ка посмотрим. Тебе надо вот с этим товарищем поговорить. Один на один. Мэри Кеннеди. Давай. Лицом к лицу. Серьезно, что ли? Давай хотя бы гранаткой что-то сделаем. Ребята из Икскома, которые... Подкрепление нам тут. Да, давайте по флангу еще обойдем. И просто в него постреляем. Автоматы обычные. Ё-моё. Так, а ты попробуй его добить. Ага. Хорошо. Так, никого не видишь? Давай на прикрытие. Так, а ты его, кажется, видишь, да? Поэтому давай... И сюда. И постреляем. Давай даже на подавление. Чтобы он себя тут не чувствовал спокойно. Так, сзади у нас там еще, я помню, уважаемый товарищ есть. Выполняю приказ, командир. Пока давайте сориентируемся на этом, товарищи. Грянку мы до него не докинем. Поэтому бои готовность. А на Зинченко. Ага. Кто-то хочет пострелять в него. Исра. Это заблудшее дитя. Давай его отправим домой. Отлично. Так. Ты тут, товарищ, что собрался делать? Брать кого-то, да? Так, у нас уже первый паникер. Который своих же стреляет. Начинается. Дали каких-то мне паникеров. Но Сидорова хочет это немножко прекратить. Ой, только ты тут Исра снесла укрытие. Ты об этом не подумала? Так, этот мэг что, тут просто так стоит? Я не понимаю. Давайте постреляем в него, что ли? Типа, давай, чувак, ходи. Что ты тут стоишь? Есть начать наблюдение. Меняю позицию. А тут те, кто обходит. Ты? По флангу? Серьезно? Ладно, давай тогда. Сюда, потому что я не понял, в чем прикол. Так, Мэри Кеннеди. Ты хочешь по этому, дружище, немного пострелять. Давай. Подавление. Так, там телепатик где-то был. Да. Неудачник. Бритоголовый. Сейчас с тобой разберемся. Ага. Застрелялся? Что-то какой-то это кривой. Сидорова, там тебя кто-то хотел быкануть. Ну-ка, давай проверим, кто это был. Отлично. Ну, а тебе же одного стрела мало. Давай повторим. Ой-ой-ой, Сидорова, что ты делаешь? Давай, Исра. Вынесет его. Исра, у тебя есть последний шанс. Молодец. Теперь не рыпнешься. Бритоголовый. Тут на себе что-то возомнили. Так. Ты тут не можешь пострелять, поэтому давай, наверное, перемещаться. Блин, вообще, новички какие-то из Икс Кома непонятные. Так, ты тут сиди. А ты хотела пострелять, почему ты не можешь стрелять? Так, теперь можешь стрелять. Вот и постреляй. Насим урона неплохо. Так, дальше у нас тут еще есть ребята. Блин, женский батальон, честное слово. Одни женщины тут у меня. Я как бы не то чтобы против, но, блин. Что, больше никого нет в Икс Коме? Все мужики передохли. Новая фраза. Так, теперь отсюда ломятся. Ну, а тут мы, думаю, как-нибудь... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сидорова, быстро сюда. Ты тут тоже больше ничего не сделаешь. Исра тоже никого не видит. Ты отходи. Жесть, Крисолит к вам наверх приполз. Это плохо. Вы же его не завалите. Давай прям кремку ему туда закинем, чтобы ему стало веселей. Хоть сколько-то урона. Так, Зинченко. Сюда на помощь. Блин, одни новички. Кошмар. Вот кем... Где мой убер-отряд, который может всех разнести в пух и прах? Ммм... Одни женщины какие-то новички. Я не схвачена. Жесть какая-то. Ты давай сюда. На прикрытии. Снайпера надо, наверное, как-то наверх, я думаю, закинуть. Выхожу. Начинаю наблюдение. А, наверх. Ну да. И толку от этого мне будет. Хотя поглядим. Может сюда этот... Мэг придет. Как бы то ни было, давай попробуем. Так, инженер. Ты давай тоже на каком-то таком типа прикрытии будешь. Но пока, наверное, лучше перезарядись. Черт! Куда добраться? Возможно, не ограничится ударом с воздуха. Ой-ой-ой. Так, тут у нас неплохо. Мы попробуем его слить. Исрой. Сейчас, наверное, будет палить. Козел. Так, там еще кристалит. Тут еще кристалит. Кошмар. Откуда вы беретесь в таких количествах? Ой, молодцы, слили. К Богданову получать повышение. Сейчас мы тут наберем еще бойцов неплохих. Так, я вас понял. Но у нас там есть прикрытие. Не особо сильное, правда, но есть. Блин! Сидорова, возвращайся! Все фигня. Я все прощу. Две тарелки. Ё-моё. О, черт. Да откуда у нас столько? Тут целое полномасштабное вторжение. Я должен всех тут еще поубивать? Сидорова, кончай этого. Что он себе позволяет? А, нет, не то оружие. Вот это уже веселее. Давай, хочешь... Ой-ой-ой. Какой выстрел. Чемпионский. Просто чемпионский выстрел. Так, ты давай назад. А то сейчас сам оттуда такая пачка придет, пацанов. Что ты обалдеешь. Вот и я не знаю, что ты сможешь сделать здесь, Анна Зинченко. Попытаешься. Так, что я хочу сказать? Хочу сказать, что данная серия у нас подходит к концу. Так что на этом все. С вами был мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал, оставляйте свои дабры, желательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Куда угодно. Всем спасибо за просмотр. И мы увидимся уже в следующей серии.